с наступающим новым годом вас дорогие друзья сергей канашин руслан васильев действительно поздравляют вас с новым годом с окончанием этого года и приближением рождества про про нового года и все дела и мы с рождеством я думаю мы еще по конечно еще успеем в наступившим годом с хоккейным хоккей сегодня беларусь россия понимаешь беларусь россия хоккей это всегда такая вывеска классная еще 8 часов начала прекрасно не надо ждать ночи все посмотрели романтика нужно перед новогодней ночью сей сергей нужно регулярно тренироваться я очень разочаровываю что матч начинается 8 они в 23 00 допустим как вчера по и поединок филляндия швеция него и филляндия швеция почему филляндия швеция шведы шведы швеция чехи а то я сейчас расскажу бывает это после ночных обдений хорошо давай сразу хоккей перейдем первая тема не повезло тебе зато тебе повезло из нас двоих кому-то должно было повезти точно ну матч беларусь швейцария в принципе вот мне хотелось очень нашей победы и наша сборная была близко наверно можно сказать что не повезло да не ну мы с тобой когда обсуждали какую так называемую перебивку мы поставим то сошлись на то что вот эта сцена женного и инакентия смактуновской сберегись автомобиля она на самом деле наиболее точно передает тот баланс сил который сложился в поединке швейцарии беларусь то есть это были две равные команды так скажем относительно равные относительно сбалансированные команды друг по отношению другу в противостоянии и кому-то из них должно было по повезти увы по повезло не нам но я хочу тебе сказать что этот матч во первых смотрелся это раз по-балечески во вторых меня он вот я нашел то что искал то есть я теперь знаю абсолютно точно что на кандидатом на поездку на взрослый чемпионат мира в мае в копенгаген должен обязательно являться сушко старше то есть 24 номер на молодежной сборной да максим сушко нападающий первой нашей тройки как который играет в связке с шаранговичем ну и их партнеры тоже конторы выходят с ним на площадку и тот же бо в бель отличившийся за заброшенной шайбой они тоже должны на мой взгляд претендовать как минимум при претендовать на поездку в копенгаген а то и в обязательном порядке будь моя воля я бы ну просто бы обязал бы тренеров на национальной команды организовать так слушай ну что обязывает молодежную там сидит на трибунах отслеживает отслеживает все что угодно но я хочу иметь гарантию понимаешь я хочу чтобы тебе может при нынешнем ну даже госстрах уже не да не дает гарантии при нынешней ситуации в белорусском хоккей мне хотелось бы чтобы четвертый сочетание нападающих на чемпионате мира взрослым это это было мало это было молодежная тройка а мне бы как этого хотелось при том что как мы видим есть в принципе из кого выбирать значит это их нужно развивать их им нужно предоставлять шанс а нам нужно говорить об этом каждой программе чтобы мы уже всем надоели да и коты тогда чтобы это мозг ну я думаю что при нынешнем так скажем деление информационного рынка отдельной категории назовут тебя дезным журналистом сошедшим с ума но мы не будем этого стесняться ведь правда так а что вы там плохого пускай называет пускай назвать да и так то есть мы приходим к выводу что четвертая тройка в кампенгагене должна быть молодежной и самый реальный в нее кандидат это сусу сушко ну естественно шарангович который уже играл даже где-то и повыше нет 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 пускай они играют мне кажется вот нужно играть своей компанией ведь не зря в у того же тихонова ты вспомнил ну было вот как он организовал же эти молодежные звенья и в цска и в сборной да ну правда и они звенели да и тут ведь вот если вспомнить отталкиваться от могильного федора и то который могильный же и так и не выиграл чемпионат мира это же он играл в том составе который ли молодежные меду где легендарный 877 год где играли наши гальченюки медведев и где драка в битвах при пештянах когда обе команды де дисквалифицировали но уже к этому если кто не помнит но к тому матчу это канадцы могли рассчитывать на чемпионский титул для чего им нужно было было победа в три шайба сборная сср уже ни на что не рассчитывала и при счете 4 2 устроилась заборушка так вот значит сушко точно мне кажется должен быть и вот нужно думать когда или или искать другие варианты ведь все тоже вот вспомни как водились в большой хоккей на международные турниры на уровне национальных сборных допустим крунтов и макаров они же играли допустим самим петровым чемпионат мира целый или или олимпиаду даже то есть пентров из легендарной тройки харламов пентров михайлов он их связывал он он их был их дядькой потом уже по и по и появился ларионов в общем тут твои варианты есть разные но омолаживать национальную команду взрослую так главное что есть то принципе кем понимаешь если ротарь кульбаков тот же которого можно сейчас приглашать есть воробей пожалуйста тебе да тоже из со прошлого созыва молодежной сборной то есть принципе по одному по два человека можно выдергивать вот ну все же давай да то есть мы сделали этот вы вывод а вернемся уже непосредственно к мать к матчу со швейцарии турнирному раскладу мы все же проиграли но опять-таки нужно сказать что ну не повезло да мы сделали вот больше ошибок в заключительной части матча вначале ошиблись грубо в своей зоне у борта потом обрезались в средней зоне и швейцарцы этими шансами воспользовались к сожалению пострадали от курашова который кстати вчера вчера в май в матче с россии курашов младший да тут но филипп курашов мы скажем что это сын константина курашова известного по выступлениям закрыли совета в том числе и он играл в минском динамо сезон до один сезон но как как игрок минского динамо он выступал на молодежном чемпионате мира в составе сборной советского союза поэтому не чужой нам человек долго потом работал играл в швейцарии кстати воспитал очень много ну как приложил руку к становлению очень многих швейцарских хоккеистов с фрайбургом который сейчас играет в нхл то есть он как тренер защитника курашов младший старший был защитником ну на уровне советского союза он котировался ну наверно номером восемнадцатом там двадцатым то есть иногда играл за вторую сборную ну третью сборную скажем за вторую третью сборную да там на турнире я помню он играл в санкт-петербурге еще помню что даже в крылья советов у него игровой номер пять такие воспоминания сын нападающий техничный не бесталанны вчера несколько раз то я сушу алекс гальченюк играть играл за молодежную сборную сша или одну руку хорошо ты присаживаешь вот в принципе да это такая из порядке бреда как говорится такой фантазии далекой ну как было бы здорово если пи филипп курашов и алекс гальченюк могли бы играть за сборную беларуси опять это совершенно другой это формат кого и мы потеряли если рассуждать на эту тему и вспоминать то потери очень значительные досадные в общем хорошая игра была вчера и швейцария россия и россия когда наши коллеги вверши реп репортаж на спутниковом канале российском как при счете 22 мягко говоря загрустили но в результате все таки все таки что значит что у нас сегодня есть шанс есть шанс нет мы можем пободаться с раз россии как это сделала швейцария при том что мы все таки имели день отдыха швейцарцы под а после сложнейшей баталии с белорусами играли уже на следующий день с россии тут россия выложилась я хочу сказать со швейцарии изрядно другое дело что победы так скажем выход из черной полосы на белую их может окрылить но может и не окрылить нет ничего не это сейчас прекрасно знаю в любом случае выиграла у сборной сша да вот но это вообще что-то невообразимое вот тебе раз да в общем в любом случае необходимо готовиться и через матчи то есть это нужно играть значит через не могу иначе не сохраняешь прописку в элите то есть если даже даже мы попадем в стыковые матчи то нам необходимо быть в тонусе и в боевом настроении и с верой в то что мы можем обыгрывать допустим датчан как потенциального соперника одним словом все гораздо стало лучше по сравнению вот наш даже же то градус разговор он поднялся со швецией мы вообще констатировали что хоккей шайба это не хоккей для белорусов теперь я этого уже сказать не могу другое дело что вот обрати в нее вне вне на на такую деталь ведь с какими идеями приехал льюис который сейчас бафала на на трибуны в беларусь тот же уже единственный наверное то турнир который у него получился это чемпионат мира в чехии до 15 года получается форчекинг 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 то есть мы мы же тогда разговаривали бы говори констатировали что мы стали к большими канадцами чем сами канадцы то есть мы играли все в силовой давление в чужой зоне мы не давали поднять голову начать спокойно атаку выйти из зоны и вот матчи со швецией допустим в исполнении и это было вот многие очень креек критиковали молодежную сборную которую тренировал белявский но у него это было и вот тогда эти вот взаимопроникновения они читались связи связи между командами взрослой и молодежи а потом и взрослая команда на последнем чемпионате мира так уже не играла да и на в питере она уже не то но нужно будет русская готова и вот вдруг со второго периода баталии со швейцарией вот молодежные да мы подавили их а за счет чего мы подавили именно за счет форчекинга и интенсивной агрессии в чужой зоне вот для своей программы второе дыхание на альфа радио которая выходит сегодня в 17.00 кстати тоже можно послушать я звонил я лично да но мы звонили скажем михаилу захарову взять его комментарии сколько лет в хоккее да по поводу происходящего на молодежи в чемпионате мира тем более что восемьдесят первом году он сам играл в составе сборной союза там шипицыным но дело не в этом и вот спросили почему что что увидите в сборной беларуси он отметил слабую физическую готовность хоккеистов это до матча со швейцарией или после после матча в швейцарии да но в целом да мы не берем отрезок один игры там со швейцарией в целом слабое катание как мы уже уже говорили да в прошлый раз ну а почему так он естественно сказал потому что мы мало тренируемся я мало тренируемся ну там можно послушать сказал что надо начинать с 12 из 14 лет уже много тренироваться все это взаимосвязано но я к чему завел этот разговор вообще в принципе что прогноз попросили дать михаилу михайловичу на то сумели ли наша сборная остаться в элитном дивизионе и ты знаешь он просто не сомневаюсь ни насколько дал 99 и 9 процентов я чувствую что мы из элиты не вылетим ну чувствую нужно доверять особенно человеку который столько лет в хоккее вот ну и кстати я развиваю вот мысль о том что мало тренируемся дети вот недавно общался с малофеевым и эдуардом васильевичем тот раз рассказал о том как они ну в компании минских динамусов то есть это было где-то в на в ноябре на на наверное и при у приуроченные были посиделки какие-то к очередь к юбилею победы да в чемпионате союза союза и они разговаривали на боровский он называл там рубутис еще кто-то из чемпионского состава и вот говорили о том что вот действительно в чем проблема ее детского футбола и опять таки приходит к выводу что вот наверное вот одноразовой тренировки не хватает ему вообще говорит ну ребят я же вам это постоянно говорил ведь 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 не изменилась не сама тренировка даже и жизнь изменилась то есть раньше говорит серёжа он к боровскому обращался как я понимаю ведь как было ты приходил на тренировку ты на ней отрабатывал и ты шел домой что ты там делал ты выходил во двор и дальше ночи играл футбол получая свою нагрузку или там не футбол пускай даже какие-то другие что было раньше действительно и в том же хоккей они тренировались приходили играли в хоккей дальше тренировались теперь вы видели хоть ну и даже когда был снег да вот в дворах игру в хоккей а тем более у нас сейчас изменился климат все-таки глобальное потепление сказывается обещали суровую зиму но пока на новый год мы получаем у нас есть отдельная программа про синоптиков давай ты про спорт хорошо так вот нет ну и получается так что вот этой загрузки нету и поэтому наверняка или день дети не получают нужную нагрузку и хоккей и футболе да 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 поэтому конечно отсюда до слабое катание слабое владение тут же возникну как можно нагружать так и так детей и опять таки те кто вот в канаде да вот скажут канадскую ну там же тренировки не превышают там двух часов день ну правильно но они-то продолжают эту традицию которые есть они-то продолжают сравнивал нас со швецией приводил там цифры конкретные в часах сколько мы сколько там ну разница колоссальная в часах даже есть ну так тем более тогда тем более главное они продолжают же вот я же был в эстерсунде да на биатлу не там так повезло что несколько лет подряд эстерсунд не хоккейный город но тот же каток тот же каток как закрытые так и открытая площадка она постоянно забита и причем там видно на открытой площадке что это неорганизованные группы то есть вот просто они играют пришли ребята играют хоккей да да так переоделись надеемся что у нас так тоже будет еще надеемся что все таки блин праздник у нас будет вдвойне веселее если мы сегодня обыграем сборную россии не потому что сборная россия потому что обыграть сборной россии сборной россии это очень классно а выйдя а выйдя в четвертый финал еще там там американцы как канадцев можно которых мы говорили что фарла обучить там фавориты вот еще американцев как когда-то льюис на в той же чемпионате этого чехии да ну это будет просто сказка но в любом но почему теперь не помештать под новый год в конце концов ну да 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 главное что даже если это и не осуществится не особенно разочаровываться и искать первые персонажи но мы же хотели ходить да мы хотели найти персонале мы их уже нашли пару что пару человек пара штук поэтому не так и плохо все давайте-ка второй теме это у нас глобальное не потепление глобальная олимпиада следующем году все-таки жизнь удивительная штука полна неожиданности извините и это между прочим прекрасно прекрасно разве может быть запрограммированное ожидаемое запланированное счастье жизнь полна неожиданности и спортивная жизнь в том числе и олимпиада в кенчане я думаю тоже преподнесет нам немало сюрпризов ты записал этот спич или это ты так нет экспромт импровизация тебя уважаю это просто новогоднее настроение а повторить сможешь нет нет я тоже не смог я просто ошарашиваю так как ты считаешь откроет ли что-то новое да будут ли сюрпризы ну и сюрпризов бондит много то есть причем будут приятны я думаю что бондит и неприятны но прежде давай поздравим альфреда эдера у него вчера был день рождения 2 28 можно даже по 50 конечку декабря но не сейчас нет потом мы свяжемся с ним по скайпу и вот и у него был день день рождения вас в хокфильдсоне как раз ему повезло то что команда находится там же никуда он не уехал он дома в кругу семьи в общем здоровье да мне понравилось как в одном из интервью эдер ответил мы с ним обсуждали он же участник шести олимпиад как спортсмен так между прочим а сын не переплюнул его до сих пор нет так вот про сына я спрашиваю там и вот кстати восьмидесятый год по моему если ну да или восемьдесят четвертый это нужно посмотреть по дню рождения симона и в общем она говоря об одной олимпиаде он говорит ну и говорит это вообще был на олимпиаде конечно выступил погано то есть там какие-то но неудачные выступы но в этом году я сделал очень многое для австрийского биатлона имелась в виду за зачатие симона который потом действительно принес очень много славы австрийским стреляющим лыжниками является до сих пор одной из икон и стиле для болельщиков этой альпийской страны вот но если говорить об олимпиаде то естественно наше самое большое внимание биатлон и фристайл биатлонисты на горе в хохвильцине кроме дома домрачевой у женщин она в италии она уже в австрии то есть ну там что италия что австрии то есть антхольц же это немецкоговорящая часть и италии которая раньше при принадлежала австрии антхольц это немецкоязычные названия еще более интересные такие варианты как таблах и добиака то есть это тоже одно и то же место вот одно таблах немецкоязычная и добиака это допустим италоязычный вот она и они спустились волей на насколько я понимаю в амбертеляхи это рядом где-то в полутора часах езды от антхольца австрийской территории дом его альпийская резиденция где где он кстати хранит все свои кубки так у деда мороза ну типа до резиденция резиденция до деда мороза но это вы в то же время это одна из биатлонных баз для тренировки там и при но это уже такое легкое средний горе она там тренируется и будет тренироваться до дня отбытия на немецкий этап в оберхов значит у женщин пять человек можно назвать наверное нужно крик ревко скордина писали олимбекова олимбекова и юркевич поедут наверное первые четыре в оберхов юркевич приедет я думаю тоже в обязательном режиме в рупольдинг на гонку 15 километров у мужчин 6 человек и они вы устраивают там контрольные старты чтобы определить состав оберхов но по мужчинам поднимаешь мне пока наверное не нужно что-либо говорить то что то что как как слушать лучше не надо действительно пускай они выйдут и покажут результат тогда и поговорим пытается их сравнять землей другие пытаются через них сравнять землей руководство сборной тренин тренерский штаб и руководство фей фендерации то есть я хочу вот на новый год тут пожелать нашим мужчинам биатлонистам стать реальной самодостаточной силой они инструментом для каких-то интриг и битву то есть заявите вы о себе в конце концов я повторю еще один тезис что я не верю в то что лопухов так ошибся в функциональной физической подготовке что парни ну как говорят в спорте убиты то есть раз и навсегда все психологически как говорят особенно очевидцы из которые ведь видели даже трио тех ребят которые выступали в легран барнане они убиты действительно такие прибиты к земле то есть они нагломлены но я думаю что вот та неделя что была домашняя побывка длилась и те тренировки которые проходят час в хокфильтин и там кстати была очень зимняя красивая погода шел снег все за 5 замело правда правда ожидаются по не потепление и дожди но в там у для того чтобы все наступить там надо чтобы эти дожди шли беспрерывно я думаю недели полторы вот поэтому надеюсь что они оживут одним словом то есть пусть даже они и были убиты но не до конца да ну и фристайл у нас тоже ожидается в ближайшем начале года после китая мне кажется у них настроение дал должно быть зоне оптимизма и насчет фристайл тут все понятно нет мне пока вот непонятно нет поедут и будут бороться за медали это понятно же говоря к тому что кино китайский кубок этапы и наши награды они очень хороши но они непоказательны еще раз по повторимся что по той ли вообще трудно чего-то вообще спрогнозировать во фристайл во первых это очень вид спорта очень трудно трудно да ну подвергающийся какому-то аналитическому предсказанию в анкувере все ждали медаль от антона кушнера а он даже финал не вышел а в сочи там не особенно от него ждали а он взял и выиграл и в китае я еще хочу сказать что у всех были программы во первых не максимальной сложности и во вторых еще все еще все сырые это причем не только у белорусов то есть не надо предполагать что вот мы с сырыми поехали и обыграли всех прекрасно готовить их нет этот не так там все в начале еще знаешь что вот играет головатюк 19 лет уже неплохие результаты показывает отобрался на олимпийские игры вот мне хочется чтобы из него вырос второй игорь железовский а может даже и лучше он тоже бегает вот эти спринты короткие дистанции и понимаешь ну добавляет и вот я делали с ним интервью мне очень нравится как парень мыслит очень трезво объективно подходит и к себе к результату и ну конечно такой такой появился у нас еще зорочка такая да как мне кажется который тоже в принципе можно болеть и нужно болеть и желать ему де и действительно стать вторым же и лизовскими или первым головатюком который еще круче же и лизовского но опять-таки нужно иметь терпение и ему и всем нам пан 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 потому как даже если вот сравнить внешне впечатление впечатление от тех машин фаворитов которые будут уже фавориты этой олимпиады ближайший и головатюком так то конечно наш пареньок и не еще хуйденький тростиночка спринтер он что в легкой в легкой атлетике должен иметь то в конькобежной это машина да причем в конькобежной в спорте это тем более это 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 люди вот спринтеры конькобежные это пожалуй по своей фактуре накаченности загруженности это я бы сравнил бы с горнолыжниками именно скоростниками вот вчера допустим был сказать скоростной спутск в бормю и когда но и действительно там комментатор евроспорта бывший знаменитый советский горнолыжник владимир андреев так говорит но что-то не очень сегодня быстрой скорости там свят там свежий снег на мерному отрезке всего там сто сто двадцать шесть километров в час всего сто двадцать шесть километров в час чепуха какая я на машине столько не езжу представляющая дистанция которую они преодолевали за две минуты какие-то там машины я помню был ролик дидье куш знаю знаменитый швей швейцарский горнолыжник именно скоростник то есть скоростной спуск и супер гигант как он тренируется показать бы нашим этим фон фон футболистом точнее заставить их так пожить хотя бы не не неделю да и хоккеистов тоже и быть может быть мы были бы и быстрые и актуальные функциональные физические ну что на этой оптимистической ноте я предлагаю закончить на освещание в этом году нашей программы и пожелать еще раз всем доброго 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 нового года и доброй новогодней ночи количество добра и справедливости пусть будет ли следующем году но много больше работать работать еще раз работать потому что без работы не будет результат именно для для достижения того что чтобы добра и справедливости что наметили чего хотите достичь дай мне сказать в конце концов ты постоянно меня перебиваешь хорошо пожалуйста говори я уже в конце концов давай я хоть тебя в последней программе могу перебивать хорошо давай с новым годом давай с новым годом и 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